Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Сегодня у нас 11 сентября, тот самый 11 септембра. Вот, ну я зашёл на Яха посмотреть. Ну, у нас день пока ещё только начался, так что ничего так нет. Особенно. Ну, дальше я вам расскажу. Будут какие-то мероприятия, видимо. Ладно, конечно, день тяжёлый очень. Так, зашёл я тут посмотреть на Телеграм, что творится. Ой, а там всё забито, забито. Президент Путин и Лавров извинились перед Вучичем. Ой, ой, за Машу Захарову. Президент Сербии Вучич заявил, что Путин и Лавров извинились за тот самый пост Захаровой с фоткой сербского лидера на приеме в Белом доме. Не знаю. У меня первая мысль такая, что Захарова теперь выгонят. А вторая мысль, нет, они просто показывают, какой Путин человечный. Вот, ну, скорее всего, так. Человечный, конечно, вот в таких кавычках, вот, в таких... Ой. США ввели санкции за вмешательство в выборы. В новые санкции под ограничение попали трое граждан России, один гражданин Украины. Мне вот уже даже мне становится вот это смешно читать. Потому что санкции нужно вводить страшные, чтобы действительно Кремль передернуло, понимаете. А это, ну, точечные. Ладно. Эксперты говорят, кризисный этап позади. Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики России в июне. Ну, что тут можно сказать? Как можно восстановить то, чего нет? Есть труба. Вот и все. И вся экономика. ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Ну, у меня с утра что-то сплошные санкции. Да. Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно. Ах ты, черт, ну, что значит бесплатно, ребята? Ну, во-первых, я в это не верю. А, во-вторых, ну, конечно, ему реклама какая. Я работал без гонораров. Вся моя команда из шести человек работала без гонораров. Ну, и наработали. Восемь лет ему. Ранее Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии, заявил, что Пашаев его подставил. Боксер... О, внимание, ребята. Боксер Кушатышвили приговорен к условному сроку за избиение росгвардейца. Также он признан виновным в хранении наркотиков. Вот смотрите, хранение наркотиков. Избиение росгвардейца, он ему нос сломал, да? Условный срок. Условный срок. А коснувшемуся шлема ОМОНовца, участнику митинга, дали три года колонии. Ну, вот такие дела. В московском метро протек вагон. Прикиньте, на улице дождь идет, и в метро вагон протекает. Таганская Краснопресненская линия. Шшшшшшш... На кадрах видно, тут ролик, что с крыши вагона капает вода. О-о-о. Строящийся почти 20 лет российский мегапроект снова подорожал. Это что они строят? Центральную кольцевую автодорогу. Строится 20 лет и еще 20 миллиардов рублей. Ну, это что у ревизора было? Там они, не помню сейчас точно, то ли яму они копали, то ли наоборот засыпали эту яму. И вот так вот потихонечку копали, засыпали. А денежки пилятся. Да. В гробу видали эти маски. Это парень какой-то рассказывает на живом журнале. Вчера сел в метро на Домодедовское перед самым часом пик. Вагон был полон, но не совсем. Была даже пара свободных сидячих мест. Специально обратил внимание, во всем вагоне был один человек в маске, ни одного в перчатках. Этот упор на перчатки меня особо занимает еще с мая, как вершина кого-то совершенно непостижимого, но упорного идиотизма. Не просто перчаточный режим, а масочно-перчаточный режим. Хотя его игнорируют все, кроме несчастных работников торговли, кассиров и продавцов. Вот кого жалко до боли. Люди ведь реально испортят себе кожу рук навсегда. И никто им ничего не компенсирует. Мы сегодня Роженького, кстати, к ветеринару повезем. Что-то у него на спинке там какие-то наросты, под шерстью непонятное, чешется. Надо посмотреть. Ну, заодно и прививочку сделать. Пора, полагается. И заодно жетончик на Ошейнике поменяем. Ну, пускай. Он еще не знает. Ну, съездит. Он любит на Мошенке. На ваших... Это опять же живой журнал. На ваших глазах разворачивается похороны Северного потока. Да, ребята, вот в связи с Навальным вообще полнотаз. Да. И что будет? По версии собеседников изданий, использовать такое сложное отравляющее вещество могли только спецслужбы. Вот так вот, ребята. Только спецслужбы. Наблюдать за тем... Вот парень пишет. Что происходит вокруг отравления Навального? Мне кажется, что не может так все идеально совпасть. Сначала США фактически запрещают Северный поток-2, а Меркель, инфильтрованный Путиным, яростно сопротивляется. Ну, да, я вам говорил, что он ее подкупил. Но затем происходит то, что заставляет даже агентессу Путина выступить против кураторов. Ну, не может быть Путин таким дураком. Зачем убивать очередного оппозиционера, если понятно, что укажут пальцем только на него? Где логика-то? А, тут такое слово на букву был. В чем смысл действовать как слон в посудной лавке? После отравления оппозиционеров? После убийства Немцова, Скрипалей, Литвиненко? Еще одно убийство, которое точно повесит на себя? Нет, это невозможно. Вот он ищет логику, да. Но тогда я вспоминаю то, что постоянно говорю с 2014 года. Не ищите никакой логики в действиях власти в России. Ни в настоящих, ни в будущих действиях. Ее там нет и не будет никогда. Да, ребят, ну, я вам тоже говорил, там нет логики. Там нельзя подходить вот к обычными, с обычными мерками, вот к Кремлю. Нет, они, ну, дебилы. Ну, дебилы просто и все. Че тут говорить? Пост пред США при НАТО ожидает принятия коллективных мер против России из-за отравления Алексея Навального. Ну да. Вот такие дела, ребята. Навальный, это Сергей Марков пишет. Путиньи заядлый. Власти Германии передали материалы по отравлению Навального в ОЗХО, организацию по запрещению химического оружия. И отказались передавать какие-то материалы России. Это очень плохая новость для России. И вот дальше он тут ду-ду-ду. Дело в том, что в руководстве ОЗХО некоторое время назад произошел своеобразный переворот. Теперь это руководство под полным контролем спецслужб США и Британии. Она только формально международная, а фактически американско-британская. Вот так, ребята. Вот что такое ОЗХО. Мин-Юс предложил лишить Пашаева адвокатского статуса. О, да. Ну, он там это... Ну, каких-то свидетелей таскал и так далее. Вы помните это все, да? Так, умерла Даяна Рик, сыгравшая Алианну Тирелл в «Игре престолов». Ну, если кто помнит, она там девушку Бонду еще играла. Ну, она старенькая, да, 82 года. Так. Есть сахар для кофе и для чая. Смотри, не перепутай. Это на живом журнале. Оказывается, в России выпускают сахар для кофе по цене 171 рубль. И сахар для чая по цене 90 рублей. Что? В чем его особая сладость? Зачем нужен сахар для кофе? А что будет, если его в чай насыпать? В Удмуртии двое мужчин погибли из-за взрыва газового баллона. Ну, вот здрасте, опять газ взорвался. Та-та-та-та. Бытовой газовый баллон. В результате взрыва один мужчина погиб. Второй был доставлен в больницу, где тоже скончался. Это Удмуртия. Главная тайна очков на Биулиной. Вот интересно. Вообще, Царьград такой, какой-то странный сайт. Вот если она начинает поправлять очки на Биулиной, ну, все ее знаете, да? И это значит, она волнуется. Почему? Дело в том, что душки у очков на ушах, да? И вот, когда уши начинают потеть, очки начинают скользить. И она их начинает поправлять. Интересно. Никогда не думал об этом. В Костромскую область для охраны лесов закупили более 20 единиц техники. 19 мерседесов и одну сноповязалку, да? Нет? Чего там? Привлекли более 26 миллионов рублей на закупку лесопожарной техники. Давай. Ну, распилят же, ну. В Красноярском крае выросла цена на огурцы и помидоры. А откуда там вообще огурцы и помидоры-то? Растут, нет? В среднем стоимость одного килограмма в период с 31 августа по 7 сентября увеличилась на 8 рублей. Свежие помидоры подорожали на 4 рубля. О, картошка дороже, яблоки. Мрак. О, телеграмма. Интересно. Мария Колесникова обратилась в СК Беларуси. Следственный комитет, да? После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольность Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус, вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь. Чувствуете, да? После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мазырский пограничный отряд, где я и находилась до вечера 8 сентября 2020 года. О, как! Вот тетка крепкая. США захотели признания России вины за случившееся с Навальным. Ха! США ждут от России причастности к интоксикации Алексея Навального. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Харчинсон. Ммм, не дождетесь! При пожаре в российском техникуме пострадали 4 ребёнка. Это где такое? Горел-та. Город Азов. Огонь охватил 3 квадратных метра. А как там поместились 4 ребёнка на 3 квадратных метра? Ну, как поместили? Ёлы-палы. Пожары, пожары. Футболистка перешла в мужскую команду. Ну, тут такая футболистка. Японская футболистка Юки Нагасато подписала контракт с Хиабусой Элевен. Выступающий в футбольном лиге префектуры Каганава. Это впервые, ребята. Первая японка, она сыграет в одной команде вместе с мужчинами. С ума сойти. Голову себе изымите. Это Варламов пишет. Ребят, ну вообще страшное дело. По данным Росстата, в 2018 году от СПИДа в России умерло 20 тысяч человек. А вот есть ещё другие страшные, более страшные цифры. 37 тысяч смертей, да? И вот фильм был. Юрий Дудь выпустил фильм ВИЧ в России. Вот он рассказывает, что есть такие очень простые пробы. Можно посмотреть, есть у тебя ВИЧ или нет. Ну, предварительные, да? И оказывается, эти вот пробы, да, они раньше продавались в аптеках свободно. Сейчас их все забирают. Всё. Экспресс-тесты на ВИЧ. Да, это не шутка. Здравнадзор сошёл с ума. И заявил, что эти тесты могут применяться только для профессионального использования. Хотя, вообще-то, они именно для домашнего применения. Вообще непонятно. Эйгард, Роснадзор, вы совсем там долбанули. Сейчас эти тесты из аптек исчезнут. Получится ли заказать и зарегистрировать новое, непонятно. А лаборатории и клиники работают на пределе из-за коронавируса. Что делать людям, которые подозревают у себя ВИЧ и хотят начать лечение? Да, ребят. Ну, это Россия. 25-летняя российская лужа завела страницу в Инстаграм. Это где? Южно-Сахалинск. Житель Южно-Сахалинского, ставший на протяжении 25 лет, прямо перед домом лужа, да. Большой дом, многоэтажный. Да, это самое. Возле дома 10 по улице Тихо-Отеанская. Обращались к власти, а мне 25 лет лужи. Ну, вот сейчас в Инстаграме она завела эту лужу себе страницу. Грабителей в Кузбассе нашли по могильному кресту. Вообще, вот это непонятно. Прокопьевская. Уголовное дело, значит, в отношении мужчины, который украл у бывшей художницы телефон для слабовидящих и забыл у неё в огороде могильный крест. По данным полиции, летом мужчина пробрался в дом женщины, где забрал её телефон для слабовидящих. Потерпевшая успела разглядеть грабителей и попросила вернуть ей телефон, но тот убежал. Потерпевшая раньше профессионально занималась рисованием, поэтому смогла подробно описать предметы подозреваемого. Кроме того, при осмотре места преступления полицейские обнаружили в огороде потерпевший металлический крест, который устанавливают на месте захоронения. Не просто крестик, да, но крест, крест, да, на могилах. Сатурники полиции нашли свидетелей, которые видели, как неизвестный мужчина шёл по обочине и нёс крест. Ну, они его поймали, конечно, сразу. Интересно. Он не смог, вот когда его поймали, он не смог объяснить, куда и зачем он нёс кладбищенский крест. Украденный телефон вернули владелице. Не, ребят, я проснулся уже. Так, ещё с телеграммы. Лукашенко разрешил желающим спасти государство силовикам нарушать законы. Об этом он заявил на встрече с представителем Генпрокуратуры. Это называется беспредел. Есть короткое, чёткое, ёмкое слово. Так, а говорят, у нас молодые специалисты не востребованы. Проект «Дочери Пескова» получил 16,5 миллионов рублей от мэрии Москвы на пиар в соцсетях. Да, Лиза Пескова получила. Нифига себе. Наконец-то поделитесь этой информацией со всеми знакомыми собачниками. Это с Киева, ребята, с Киева. Владельцев собак, которые не убирают за питомцами, будут штрафовать. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается штрафовать владельцев животных, которые не убирают за своим питомцами. Сумма штрафа 170-340 гривен. Не знаю, сколько это в долларах. Не важно. Главное, сам по себе факт. Если в течение года было повторное нарушение, или из-за неуборки экскрементов человек травмировался, или повреждено имущество, штраф увеличивается до 5100 гривен. Ну, у нас вот, если на собачьей площадке ты за собой не убрал, так по идее, да, 80 долларов ты должен заплатить. Вот. Ну, там ни камеры нет, ничего, никто никогда не следит. Но всё равно все убирают, конечно. Там при входе мешочки. Вот. Ну, и, в общем, вот так вот у нас. Молодцы, ребята, молодцы. Вот я всегда говорил, отношение к собакам, отношение к кошкам, к животным, к братьям нашим меньшим, это показатель того, что страна, нормальная страна, да, как говорится, интеллигентная, развитая, вот, или нет. Ну, вот, украинцы идут по правильному пути, вот что я хочу сказать, да, к цивилизации. И последнее у меня. В Германии впервые за 30 лет снова запустили сирены, перепугав граждан. У нас очень неподготовлено население, не то что во времена холодной войны седут в Федеральном управлении гражданской защиты. Люди должны привыкнуть к этому вою, считают власти, решившие отныне включать сирену по всей стране регулярно. На случай наводнения, землетрясения и, конечно, ядерной угрозы. Пусть привыкают бояться. Не знаю, это вот со смехом, да, а на самом деле, а у нас сирены всё время запускают. Каждую среду в 10 утра воют, ну, минут 10, наверное. У меня даже собаки уже привыкли. Вот, ну, а как же, вот они, я за все времена пару раз слышал, они были не в урочное время, да, вот, а в другое время предупреждали, а там наводнение у нас или ураган какой-то вот тут шёл рядом, правда, до нас не дошёл. Вот так, да, мы привычны к этому делу. Всего хорошего, до свидания, с вами доктор Влад, ещё встретимся, пока.